Сегодня ночью в Брестской крепости, которая в 41-м взяла на себя первый удар противника и более месяца держала оборону, прошел митинг реквием. А на рассвете реконструкция тех самых предвоенных часов. Память о тех, кто сохранил этот мир для нас, жива. Знать об этом и передавать через поколения наш долг. Дарья Рачко. Они ушли, не домечтав. Дарья Рачко. Следующим утром звук выстрела в заглушка ритма мирной жизни на 1418 рублей. Это должна была быть самая короткая ночь в году, но вдруг кромешная и довольно странная тишина всегда перед бурей. Земля содрогалась от каждого выстрела. Гитлеровцы хотели взять крепость за 8 часов, но уже в первые минуты боя поняли – не смогут. В реконструкции отразились основные события. Как Гаврилов держал оборону больше месяца, женщины и дети стали живым щитом, а после сдались в плен. Я жена советского офицера. Страшно? Было очень. Вот я вам говорю, и у меня мурашки по коже. Показано детям, они должны знать, как это было. Потому что, ну, рассказывать это одно, а убедить это тоже очень важно. Они слова. Для мирного не будут головы, для того, чтобы росли наши дети. Штурмом овладеют. Сценарий с каждым годом не меняется, и в этом нет никакого смысла. Это наша история и правда. Кровью защитники вписали свои имена в военную летопись в память на митинге реквием знамя того 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, которое спрятали в одном из казематов цитадели, пронесли вдоль могил героев обороны. И зажгли свечи и пустили венки на воду Буга. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Это дань памяти, которую каждый белорус должен отдать нашим дедам-прадедам, которые сражались за то, чтобы мы в современном мире, в современной республике Беларусь, жили свободно. У нас в Ленинграде и в Ленинградской области много мест боевых, и мест, которых тоже знают везде, в любом регионе Российской Федерации. Но Брест это, мне кажется, для любого человека. Очень памятное, святое. Брестская крепость героев в 4 утра утопала в цветах. Делегации Беларуси и России сегодня почтили память погибших. И ровно в 12.00 вся страна замолчала. Замолчала в память и благодарность за мир. Сколько бы ни принесли наши деды и прадеды, сколько бы стойкости и мужества в них не было, есть то, о чем невозможно молчать. Геноцид белорусского народа. Жестоко издевались, морили голодом, сжигали заживо и дотла. История деревни Хатынь. Цветы к монументу непокоренного человека, как символ нашей общей памяти. Молодежь, ветераны, воины, интернационалисты, представители министерств и ведомств. Ровно в полдень все подключились к всебелорусской минуте молчания. Первый раз в Беларуси. И, конечно, посещение Беларуси, не посмотреть Хатынь, не посмотреть Брестскую крепость, ну, это значит не посмотреть ничего. Хатынь – это вообще символ не только трагедии человеческой во все времена, но и символ мужества. Память погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня почтили и игроки футбольного клуба БАТЭ. Тренировка команды началась с минуты молчания. В современном мире, который полон информационного шума, мы иногда не находим вот этой минуты задуматься о произошедшем, вспомнить героический поступок наших прадедов, дедов. К мемориальному комплексу Мастюковщина, на месте которого в годы Великой Отечественной войны было убито 80 тысяч солдат и офицеров, попавших в плен, а также мирных жителей, руководство и сотрудники Национального олимпийского комитета возложили цветы. Из-за этого, конечно, нам надо извлекать уроки. Прежде всего, быть благодарным тем людям, благодаря которым мы сейчас можем растить детей, творить, созидать. В нынешней политической обстановке и правда трудно не ловить флэшбеки. Фашизм вновь пытается поднять голову. Это факт, как и факт то, что историческая память и правда главное. Те, кто в 41-45-х годах находились по ту сторону фронта, подняли голову. Это внуки и приспешники тех людей. Сегодня они развязали информационную войну. Так вот, находясь здесь, на таких местах, как Брестская крепость, Тростенец, Хатынь, важно говорить об исторической памяти. Тогда, в 41-м, все так или иначе, сражаясь с врагом, воевали прежде всего с фашизмом. Анатолий Феофанов, будучи 17-летним подростком, вел бой с немцами в Архангельске. Те дни ему вспоминать трудно, но слезы подступают о воспоминании, когда по радио сообщили о для каждого долгожданной победе. Не передать, не надо. Мы вспоминаем этот момент такой, если бы вы знали в то время, как нам было легко и тяжело. У меня отец погиб, у другого, самый брат погиб или еще что-то. Не дожили до победы. И пусть эти искренние слезы будут еще одним напоминанием. Мы потомки героического народа. С трепетом и уважением относиться к истории – наш долг. А в эти минуты памятные мероприятия завершают хор турецкого с концертом «Песни Победы». Дарья Рачко и команда агентства теленовостей.